О войне и стихами конкурс художественного слова, приуроченный к 70-летию победы, прошел в социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского. Стихи и прозы не оставили равнодушными ни чтецов, ни слушателей. Силу слова оценила и наш корреспондент Любовь Пермякова. Бой медленный с кровью истекал, зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. Они не просто читали. Казалось, в каждом стихотворении они прочувствовали боль автора. Организаторы не ожидали от воспитанников и работников образовательного заведения такого интереса к поэзии военных лет. Чуть-чуть другими глазами посмотрела на своих студентов, которые чувствуют слово художественное и могут его передать со сцены. Мне кажется, что сегодняшнее мероприятие получилось, удалось. И студенты, вы, наверное, видели, как замерев, зал слушал то, что произносилось со сцены. Музыкальное сопровождение номеров, сила слова и музыки слилась воедино. Что придавало особый трагизм и не оставило равнодушным никого из присутствующих. Они счастливы. Они учатся. Они будут настоящими учителями. Но началась война. Затем первая блокадная зима. 125 граммов хлеба. Готовила чтецов к выступлению преподаватель русского языка и культуры речи Татьяна Окладникова. Ответственная у нас за это мероприятие Татьяна Павловна Окладникова, преподаватель литературы. И когда приезжал московский режиссер сюда по проекту «Живое слово» Анны Каренина, и наша преподаватель Татьяна Павловна в том числе участвовала, выслушав ее, он сказал, что ее талант в России один из немногих. Впервые участие в конкурсе приняли не только студенты, но и преподаватели, воспитатели, технические работники учебного заведения. Итоги подведены. Победителем конкурса объявлена Ольга Чернятьева, педагог колледжа. А зритель выбрал свою победительницу, Алену Татаринову. 16 часов. Герои дня, которые смогли выполнить миссию конкурса. Донести до слушателя трагедию Великой войны. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».